Всем привет, ребят, с вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас быстрый, оперативненький врыв с информативным видеороликом, связанный с обновлениями, которые у нас появились в игре буквально 12 минут назад. На форуме вышли публикации с новыми изменениями, обновлениями и новым ивентом. И я думал изначально, что даже не стоит ничего здесь записывать, но, посмотрев на определенные моментики, решил все-таки рассказать их вам, поделиться своим мнением, ну и узнать ваше мнение по всему этому поводу. Поэтому, если вам нравятся такие врывчики, информативные, быстрые, по максимально быстрой скорости, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Начинаем с ультро-укенда, здесь, наверное, все более-менее понятно и ясно, особо сильно мы на этом внимание заострять не будем, быстро пробежимся. Специальный режим у нас начинается с 9 по 12 июля, то есть у нас непосредственно весь сам ивент будет пятница, суббота, воскресенье. Самое интересное из этого, что я могу, ну тут по спецрежиму, да, понятно, метеориты, ДМК, без дронов, без овердрайвов, как я понимаю. В прошлый раз писали только одно из них, но не было и овердрайвов, и дронов. Карта Трибют Бобруськ Молотов, очень хорошие карты для ДМ-режима, я думаю, что я буду на нем катать, моя изидочка вообще там будет жестко разваливать. Ультра-контейнеры, коинбоксы, понятно. Ну и здесь уже начинаются интересные моменты. Длительность боев в матчмейкинге на данный ивент, а именно на ультра-уикенд, будет увеличена до 10 минут. Помните, я недавно в одном из видеороликов говорил о том, что, наверное, стоит уже сделать подольше матчмейкинговые битвы, раз у нас сделали большее количество точек, киллов, флагов, мечей и всего прочего, да. Ну и, понятное дело, что это как бы логично, надо уже пробовать, экспериментировать. До 10 минут матчмейкинговые катки придадут, возможно, больше фармы, интерес у игроков играть. Но, с другой стороны, как бы потяжелее будет звезды зарабатывать в боях, но я с точки зрения того, что можно будет неплохо зафармить в боях, а не постоянно только грузиться в них, больше согласен с этим изменением. Специальные миссии довольно-таки простые, 20 тысяч кристаллов, 100 танков уничтожить на средней дальности, на дальней дальности и на... Ну, тоже можно сказать дальней дальности, то есть тут у нас практически... А, нет, я хотел сказать сплэш-пушки, но нет. Смока, страйкер, вулкан, гром, рельса, магнум, гаусс, шафт. То есть такие интересные комбинации, набить по 100 киллов на каждый из них, ну и прожать 200 раз ускорение, это тоже довольно простая миссия. То есть легкие миссии, в сумме можно зафармить 5 контейнеров, плюс 250 звезд, и сверху еще 150, это 400, и еще 7 ультраконтейнеров. То есть, ну, довольно просто, довольно жестко можно все это дело выполнить. Специальные предложения, также появляются у нас пару-тройку с ультраконтейнерами, с также меньшим ультраконтейнером еще дрон-бустер. Ну и, понятное дело, что двойные фонды и опыт у нас в игре появляются, поэтому возвращение ультра-уикендов. Кто там говорил, что когда там уже будут следующие какие-то ивентики, вот вам не прошло и 4 дня, и сразу у нас уже завтра стартует ивент на 3 дня. Я думаю, что эти ивенты будут штамповать просто по КД, и дальше как бы ничего у нас не изменится. Дальше, изменение цен в магазине. Здесь я, наверное, на этом особо внимания вообще не хотел заострять. Меняются цены, там какие-то коэффициенты, что-то происходит. Я за донат особо сильно не шарю, но если вы там донатите, то можете по этому поводу написать, что вы там думаете. Там изменились цены куда в лучшую сторону, в лучшую сторону. Какие-то там пакеты меняются, но это явно тема не та, за которую я шарю. Ну и теперь самое интересное, для чего я вообще как бы и включил этот видос, это список обновлений. Давно у нас не было никаких изменений, если я не ошибаюсь. На прошлой неделе у нас... Ну, а не, у нас что-то было на прошлой неделе, но тут как бы чуть-чуть доработали, а до этого еще как бы тоже довольно длительный период времени прошел, и никаких там изменений у нас не происходило. Ну, а теперь у нас есть уже определенный список изменений, как я уже сказал, по ценам, по пакетам изменения в магазине. Дальше эффект оглушения больше не сбрасывает флаг и мяч с целью. Это вещь, которая очень жестко повлияет на использование оглушающих устройств. По типу того же страйкера, который у нас сейчас есть в челлендже. То есть, если раньше был прямой смысл брать это устройство в CTF и в регби, чтобы просто деморализовать противника и разваливать его очень жестко, за счет того, что ты просто там добиваешься скидки мяча, скидки флага, например, там в том же штурме, да, вы знаете, что там есть у вас скидка флага происходит, вы не сможете его больше подобрать. Сейчас же такой эффект отменили. И, соответственно, это фикс устройств, которые оглушают. И, наверное, смысла особо теперь не будет такого в использовании них. Но это надо тестить, смотреть. Но это лишь мое мнение по этому поводу. Корпус Мамонт теперь имеет 100% резист от мин на время действия своего овердрайва. То есть, как раньше, в старые добрые времена, если вы раньше катали на Мамонте, помните, так же само прожимаешь овердрайв и по минам можно прям вот дорогой так, в каком-нибудь паркурчике, как давать контенту по-жесткому. Ну вот сейчас примерно так же само все это дело вернули. И, ну, я не скажу, что это там хорошо или плохо. На Мамонте, может быть, станет больше игроков играть. Все-таки у нас Мамонт особо сейчас в матчмейкинге не используется. Устройство Бландербас для пушки молот теперь не замедляет, ускоряет перезарядку ксетам 10% кав. То есть, сначала у нас Бландербасик занерфили, на нем перестали играть, теперь они его опять апают, чтобы опять игроки начали на нем играть и чтобы у них было желание выбивать это устройство. До этого решение было, как по мне, непонятное и необоснованное. Зачем тогда давать устройство только с ультраконтейнеров и при этом его нерфить? То есть, уникальности никакой не было, потому что другие устройства можно было использовать с большей эффективностью и смысла вообще никакого нет. Поэтому здесь уже эту эффективность возвращают устройство и, возможно, мы сможем увидеть больше Бландербасов в матчмейкинге. Ну и с молотом тоже все неоднозначно. Там произошел определенный нерв, о котором я думаю, что даже в ближайшее время я запишу видос, покажу, расскажу. Но молот мне, честно, сейчас не особо нравится. Что-то изменения вот эти очень печально сказались на этой пушке. Дальше. Изменения в пушке Тесла. Скорость полета шаровой молнии вернулась к 5 метрам в секунду для всех модификаций. Вот насчет этого я вообще не понял. То есть, сколько она была скорость, сколько она стала. То есть, вернулась к 5, больше, меньше, непонятно. Скорость запуска шаровой молнии ускоренная. То есть, короче, теперь будет лететь пожестче, я так понимаю, да, побыстрее. Ну и сделали изменение то, что теперь, если вы просто бьете дефолтной Теслочкой, да, то есть без шарика, то ваш луч на всех модификациях, первая молния написана, да, она уменьшена на 1 метр. А если вы бьете через шарик, через шаровую молнию, то она увеличена на целых 3 метра. То есть, теперь, если вы даете шар, и сразу же после того, как он у вас регенится, вы даете следующий шар, стоя на одной точке, скорее всего, вы будете доставать от одного шарика до второго и так далее. Ну, может быть, не прям так идеально, но мне так кажется, мне так кажется. Но это надо тоже тестить, если так, конечно, не работает, но все равно там уже с движением от шарика теперь будет больше смысла, да. То есть, я до этого говорил о том, что какой смысл от шара, да, по большей части там без него можно нормально наваливать, и какого-то ты бонуса не имеешь. Сейчас же, если у тебя есть возможность дать шар, и у тебя как бы увеличится дальность твоего поражения, то уже появляется определенный смысл в использовании этого шарика. Поэтому здесь уже начинаются какие-то майнгеймсы, и за счет этого, я думаю, что в дальнейшем можно будет давать большее количество на этой пушке. Дальше, дрон-механик, очки за... Короче, очень много изменений по дроном, да. То есть, вы видите, что у нас механик, штурмовик, драйвер, инженер, снабженец, подрывник. И что-то нерфят, что-то наоборот апают. С механиком сделали то же самое, что сделали с диктатором, чтобы меньше фармили ребята в штурме. Но я, честно говоря, не уверен, что это жесткий будет нерф, потому что 20 очков за любого, кому ты даешь аптечку. Да, то есть, иногда бывает, что ты по одному тимой туда вал аптеку, и там получал за него, сколько там, вроде 10 очков, или сколько, если что, поправьте меня. Я уже не помню, просто давно не играл. Теперь 20-х за любое количество. То есть, даже если по одному тимой тудаешь, то по 20-шечке капает сверху. То есть, ну, как бы нерф, но надо еще тестить, смотреть. Может быть, и не так жестко это будет чувствоваться, но уже как бы то время штурма за деф на диктатора сосках и вообще на диктаторах с механиком, с механиком уже ушла, поэтому, ну, наверное, не так уже актуально. Хотя Шейм, он недавно на выходных, на прошлых, получается, да, играл, фармил, вроде как у него неплохо получалось. Поэтому, может быть, и хорошо, что такое нерфит. Ну, для кого хорошо, для кого-то не очень хорошо. Дронштурмовик. Перезарядка сокращена, и это довольно жесткий ап-устройство. С 12 секунд до 3 секунд. Максимальное сокращение расходки перезарядки тут с 15 до 5. И минимальное сокращение времени перезарядки тоже уменьшено с 3 до 1. То есть, у вас очень быстро перезаряжается расходка. Если вы постоянно даете килы, то вы, ну, я так понимаю, можете постоянно, практически, да, то есть, у вас там кулдаун будет максимально до 5 секунд, играть с расходкой. Но если вы даете килы в эти тайминги, то есть, это, ну, довольно приятный бонус для тех ребят, которые умеют килять. Ну, тоже спорно, да, то есть, бустер или защитник, я бы, ну, тот же бустер, там, как по мне, наверное, все-таки все равно будет лучше все показывать. Но то, что уже происходят какие-то изменения, и пытаются менять разработчики мету тех устройств, ой, вернее, тех дронов, которые сейчас нагибают, это уже хорошо. Дальше. Дрон-драйвер. Перезарядка также сокращена с 15 до 5. Ну, и здесь сокращение времени зарядки овердрайва за фраг уменьшено с 30 до 6, и также минимальный тоже с 10 до 2. То есть, я так понимаю, что здесь будет очень быстро у вас копиться овердрайв, если вы также будете уничтожать противничка. То есть, у вас кулдаун будет маленький, и есть возможность постоянного дополнительного процента овердрайва. Дрон-инженер уменьшение перезарядки с 10 до 3 секунд. То есть, это, если я не ошибаюсь, тот самый дрон, который раздает расходку тиммейтам. То есть, теперь он тоже сможет раздавать чаще расходочку. И за это вроде как... или нет. А, снабженец давал очки, а инженер вроде не дает. Очки за поддержку союзников больше не зависят от числа игроков, которые получили эффект. Дрон дает 20 очков боя. То есть, короче, со снабженцем сделали то же самое, что с механиком. И подрывничок. Очень интересно. Урон внутри радиуса поражения снижен, но зато, если ты находишься в близком радиусе с противником, прям, наверное, в упоре стоишь, то ты его просто убиваешь. То есть, это тоже какая-то жесткая тема. Надо тестить, смотреть. Непонятно мне до конца, но это, наверное, больше нерв. То есть, поражение снижен, урон в радиусе. А если в упоре, то как бы... Ну, в упоре редко сейчас кто-то находится с подрывничком. Все стараются, наоборот, от него убегать, потому что очень жестко он наваривает. Ну, и дальше там изменения с красками и обновления с разделом новостей. В общем, очень много изменений по поводу дронов. Я думаю, что как минимум парочку из них мы точно тестанем по типу штурмовика того же драйвера. Да, с механиком там, я думаю, что все понятно. По тем дронам, ну, может, подрывник тоже посмотрим. Также затестим, я думаю, что теслочку. Ну, и посмотрим на тот самый блендербасик, который у нас апнули, да? Сначала занерфили, теперь апнули. Ну, и по поводу оглушения. То есть, изменения есть. Надо все это дело проверять, тестить. Ну, и смотреть, как это все дело будет получаться дальше. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моим мнением по поводу каких-то вот этих вот вещей с апами нервов? Если нет, то пишите вообще, что вы думаете по этому поводу. И, может быть, у вас какая-то есть своя идея. Пишите, что вы хотели бы увидеть на тесте, да? То есть, чтобы в первую очередь потестировать, что, может быть, вообще не стоит тестировать. Может, какая-то там шляпа усатая, и никакого смысла в этом нет. Поддерживайте видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну, и за такую-то быструю врывовшечку, я думаю, что можно смело все это дело поддержать, даже если особо и не хочется. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok